Разговор серьезный и назревал давно. Совещание, в котором приняли участие руководители профильных ведомств Краснодарского края города Сочи, обозначило главные болевые точки. Проблемы которой, как отметил губернатор Вениамин Кондратьев, важно не то, чтобы решать, а скорее упреждать, чтобы до так называемого разбора полетов не доходило в принципе. Смена поставщика воды в Сочи на сегодняшний день – тема номер один. Частная компания «Сочи Водоканал», которая арендовала инфраструктуру, как заявил мэр города Анатолий Пахомов, практически не занималась ее модернизацией. А потому через суды договор был расторгнут. Теперь имущество передано муниципальной компании. Но сети изношены на 70%. Впрочем, смена поставщика воды не должна отражаться на качестве услуг для населения, отметил губернатор, и поручил в кратчайшие сроки устранить проблемы. С Водоканалом же проблема не сегодняшнего дня. А мы накопили проблему, потому что порывы труб сплошь и рядом. А где что-то обновленные трубы этой организации? Где качественная вода, где качественное водоснабжение. Ну, может быть, всех все устраивает, но меня точно не устраивает. И жители тоже, горожан никогда не устроят. Никакие наши ответы и никакие наши отписки. Пока не будет исправлена сама ситуация. Жалуются сочинцы и на несанкционированные свалки. Хотя город работает по схеме ноль отходов. То есть в нем вообще не должно быть мусорных полигонов. В мэрии заявляют, что борются с компаниями, которые незаконно сваливают отходы в черте города. Нам не очень нравится за наш бизнес вывозить. Как вы правильно сказали, что зачем нам такой бизнес, который нам сперва собирает деньги, в том числе и бюджетные, потому что они все время нам доказывали о том, что очень много брошенного мусора. Потом его не вывозят, потом мы его вывозим. У нас брошенного мусора нет. Стихийных свалок в городе нет. В скором времени в Сочи начнет работать единый региональный оператор. Весь мусор из города будут вывозить на новый полигон в Белореченском районе. Если мы сегодня будем использовать этот полигон, это приведет к увеличению тарифов за мусор для населения? По Сочи нет. Если этот полигон не приводит к увеличению тарифов для населения, или приводит тут незначительно, мусор в Сочи вводится на полигон Белореченском. Все, коллеги, больше ничего не обсуждается. Огромные деньги, федеральные деньги были выделены, и краевые, в том числе для того, чтобы мы завершили этот полигон, а теперь мы хотим туда возить, не хотим туда возить. Эта тема закрыта. Мусор в Сочи вводится в Белореченск. Сочи – второй по величине город в Краснодарском крае. Здесь живут около полумиллиона человек. И решать коммунальные проблемы необходимо круглый год, потребовал губернатор. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.